Сантиметр за сантиметром. Поисковики ловко орудуют лопатами. Впереди самая сложная часть работ. Предстоит извлечь двигатель самолета для детального изучения. Крупную находку времен Великой войны сделали накануне. Хотя фрагменты кабины боевой машины обнаружили еще весной. Но началась посевная. Пришлось ждать до осени. Глубины металлоискателя на большой глубине были локализованы крупные объекты. Были начаты тут же раскопки разведывательные, шурфы были заложены. И действительно были обнаружены скопления крупных фрагментов самолета. Именно там сейчас происходят раскопки двигателя с винтом. Деревня Труфановка. Неподалеку аэродром Кубенко. Возможно именно оттуда и отправился в последний полет найденный самолет. Вечный покой летчик обрел рядом со своей боевой машиной. Кто-то заботливо похоронил его, укрыв кусками расколотой бронеспинки сиденья самолета. Это просто летные петлицы, которые были на кожаном плаще. Вот это кубарь и то же самое, видите, эмблема авиации. Вдобавок к этому значок ГТО. Но все это никак не поможет поисковикам узнать имя и фамилию погибшего летчика. Одна надежда на бортовые номера самолета. Двигатель самолета – это основной узел и это номерные детали. И именно по этим номерам на двигатель на других ключевых узлах самолета мы обязательно установим, что это был за борт. Мы установим члены экипажа. За раскопками внимательно следит Павел Капустин. Он старший летчик авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи». Летает на МиГ-29. Поисковики робко предполагают, найденный самолет – тоже истребитель и тоже МиГ. Еще на меня. Крупные детали боевой машины извлечены. К их изучению приступают специалисты. За считанные минуты заслуженный военный летчик России Александр Горнов определяет, что это был за самолет. МИГ-3 – самый скоростной самолет на начало Великой Отечественной войны. Развивал скорость до 640 км в час. Судя по найденной номерной шильде, разбившаяся боевая машина была выпущена в октябре 1941 года. МиГ-3 – это истребитель времен Второй мировой войны. Использовался большей частью в системе ПВО под Москвой. Он высотный истребитель. Почему? Вот компрессор, чтобы сохранить высотность. У него нагнетатель стоял. До 12 км? До 12 км мог, да. Детали найденного самолета передадут в музей, а останки летчиков – храм села Акулова. Поисковики все же надеются, что им удастся установить имя и фамилию погибшего героя Великой Отечественной. И, возможно, найти его родственников.